Всем привет! Я давно не ходила по магазинам вот так, чтобы ножками. Я уже забыла, каково это, но вчера я... я вспомнила. Икея, Бершка, H&M, и пришёл заказ с iHerb, и я решила, отчего бы мне вам не показать, к тому же, я так рада, я всему так рада, мне всё так нравится. И я была счастлива видеть, что было за окном, вот буквально до вчерашнего дня, когда начали какими-то химикатами поливать дороги, чтобы снег таял, вместо того, чтобы снег убирать. Было так круто, знаете, вот я особенно живу в спальном районе, и у нас много парков, деревьев, вот вокруг домов именно, высокие деревья, и всё это было белоснежное. Вот у нас было два оттенка в Петербурге, белый и серый, это было так красиво. И сейчас, конечно, всё, немного грустненько уже, но я порадовала себя шоппингом. Начинаю, наверное, да, с того, что сейчас именно на мне непосредственно, это H&M, и я хочу купить ещё такую же юбку, чтобы был полный комплект, ну а так отдельно именно топ, с джинсами, с шортами, да, о господи, совсем угодно, и он сделает любой наряд просто сказочным. Вот особенно в этот Новый год можно, вы же не против, что я буду частенько так носить её видео, просто она такая классная, почему бы, почему бы нет. Ещё что, я, я хотела заплатить всё это сама, очень хотела, но папа настоял, и я сказала, что это будет мой подарок на Рождество или Новый год, неважно. А свитер, это был мужской отдел, господи, мужской отдел, это просто сказка в H&M, особенно вот в это время, когда там свитера, всякие рубашки у вас клёвые, мужчины, пользуетесь этим. Единственное, почему-то очень сложно бывает найти размер XS, может потому, что как раз все девушки раскупают, но вот, такой свитер, там их правда очень много, но вот этот мне понравился, пожалуй, в большей степени. Он, с одной стороны, такой и рождественский, и какой-то кайфбойский что ли, но он очень тёплый, очень приятный, и я думаю, чайный блок свой следующий проведу именно в нём. Хотя я спарюсь в своей комнате, но в Англию я его точно возьму, в этот раз я не допущу этой ошибки, что без единого свитера поеду в Англию. И, наконец, Бершка. Я не планировала, я в принципе не вхожу в такие магазины, как Бершка и Нью-Йоркер, ну вот просто никогда их не любила особо, и редко там что-то реально прикольное можно найти. Но на стене висели джинсы, вот так вот в ряд, там цветов шесть было, и первое, что видишь, высокая талия, высокая талия, высокая талия, я подбегаю и сразу проверяю, что они тянутся. Я не люблю джинсы, вот знаете, которые такие очень хорошие, с плотной ткани, с хорошими заклёпками, они давят мне всегда, даже вот у меня есть пара, которая у меня в талии велика на три размера, и она всё равно мне давит, у меня всегда следы на животе остаются. Ой, не люблю. И вчера, когда я в Мегу поехала, я просто смотрю на джинсы, мне плакать хотелось, вот знаешь, как будто бы они меня зовут, что Маша, одень меня, одень меня. А я такая, я не хочу вас одевать, мне неудобно, и я в лосинах пошла. Было очень удобно, но всё равно леггинсы, лосины и публичное место, это две вещи несовместимые. В общем, я нашла джинсы с очень высокой талией, и у меня были такие из магазина Fox, которые закрыли, и это была самая удобная вещь, которую я только могла себе представить. Я по дому в них ходила, и мне было так комфортно. В общем, я нашла аналог, я очень рада, эта бешка, надеюсь, не закроется. В общем, если вы искали себе удобную альтернативу джинс, пожалуйста, вот бешку. Это всё из одежды, далее, наверное, покажу. Ну, давайте Икею. В Икею я шла за списком, благо, у них есть интернет-магазин, можно даже каталог посмотреть. В общем, у меня всё было в скриншотах, что я хотела купить, но, тем не менее, ещё несколько лишних, так скажем, вещей я приобрела, конечно, но начну я, пожалуй, с подушки. Вот вы видите это? Вот что это произошло? В общем, я как-то там починила это, если вы что-то понимаете в фототехнике, почему вот это происходит? Это ненормально, мне это не нравится. В общем, я вам показала уже немного подушку. Это подушка на стулья, ну, мы их-таки используем именно на кухонных, барных стульях, они тоже из Икеи, они очень твёрдые и неудобные, если просто на них сидеть. И вот подушки, да, они нас делают ещё выше, что не очень удобно, вот так вот сидеть над кухонным столом, но они мягкие. Далее две незапланированные покупки, у меня наконец-то есть твоё... В общем, у меня наконец-то появилась белая простыня моего размера, потому что у меня кушетка 90 на 200, и вот сколько она у меня лет есть, у меня ни разу не было простыни. И у меня всегда они были очень большие, и от этого, вот сколько бы я ни пыталась на ночь себе затыкать её, наутро я просыпаюсь на голом матрасе. В общем, я очень рада, она натяжная, я надеюсь. Да, фух, а то, фух, мало ли. И также незапланированная однопокобка, это полотенце, я боюсь уже вам что-то показывать. Честное слово, будь я с мамой, она бы мне в жизни не разрешила такое купить. У нас обычно всё там строго только то, что необходимо, но вот спасибо, папа. И они, вот я как только их увидела в развернутом состоянии, они мне... Вот первая мысль, вы такие клёвые инстаграммные полотенца, вы настолько фотогеничны. Специально для вас, можно сказать, специально для моих видео, особенно вот рождественских новогодних, я ещё одну ниточку взяла. Если вам не хватало вот этих двух, вот вам ещё третья. Это Сордаль, я уже её использовала, очевидно. Оставлю ссылку внизу, там триллион всяких, вот серьёзно. Я там больше всего времени провела, и там ещё очень много насадок есть, различных. Но мне казалось, насадки, они заглушают именно сами лампочки, и не вижу в них особой прелести. Но если на ёлку, то может прикольно. Но для вот такого, для видео, мне никакие насадки не нужны. Вот. Далее взяла две... Как это называется? Вот я минуты три, честно слово, стояла и смотрела на золотую, смотрела на серебряную, и не могла вспомнить, какие у меня акценты в комнате. Я почему-то была уверена, что у меня полностью белая комната, белая-чёрная, и у меня либо золотые акценты, либо серебряные. Я не могла вспомнить, какие. В итоге, когда я пришла таки домой, я поняла, что у меня ни того, ни того особо нет. У меня есть один серебряный акцент и есть один золотой. В общем, у меня... У меня это так же с моей луной. Цепочка белая золота и сама золотая. В общем, видимо, это моя судьба быть такой. В России мы ёлку не ставим, потому что нету смысла, что мы уезжаем. Но вот она. Такая... Я не думаю, что это именно настоящую рождественскую большую ёлку подойдёт, потому что она достаточно узкая и не слишком длинная. Но вот именно, опять же, для видео и просто, чтобы украшать мою комнату, я... Мне кажется, это очень круто. И, наконец, реальная причина, зачем я приехала в Икею, это тесьма. Я очень люблю упаковывать подарки в крафтовую бумагу, просто обычная такая коричневая, и с какой-нибудь крутой тесьмой или наклейками декорировать. Ну, вот она как кейн-ди кейн будет. И здесь, по-моему, 40 метров, я думаю, это в среднем так на 40 подарков. И, то есть, я думаю, вот как раз одной мне хватит на этот сезон. Ну, и, наконец, I... Первое, что я взяла, было исключительно опираясь на этот best rating или best selling. Это шоколадный скраб. Я не знаю, о чём я думала. Я не люблю... Вот шоколад и орех — это два моих самых нелюбимых запаха. Я очень люблю мёд, вот для кремов. И розу тоже люблю. Но, по крайней мере, вот это пахнет идентично. Вот я недавно готовила брауни с орехом. Вот это идентичный запах. Но реально, что мне нужно от этого скраба, это чтобы выполнялась его функция. Потому что я не знаю, что сейчас с воздухом происходит, но у меня реально ноги как будто бы в шелухе какой-то. Они такие сухие. Далее я взяла органовое масло от бренда Accure. И оно тоже было то ли best selling, то ли best rating. И оно пахнет... Ничем. О, нет, чем-то! Да, вы знаете, оно пахнет очень плохо. Тут написано 100% органически. Но, надеюсь, мне это как-то поможет. Далее я взяла два шампуня. Shikai Hena Gold. Кондиционер, шампунь. Я вот это быстренько вот так показываю. Но все ссылки будут внизу. Я уже, наверное, около пяти шампуней и кондиционеров вот этих конкретно уже использовала. Так что рекомендую. Очень странный дезодорант. Я уже пользовалась этим брендом. И решила взять именно стик, чтобы был... Вот что это такое? Вот это реально стик. И ничего больше. В общем, я не совсем понимаю, он должен быть сам по себе. Или он на что-то одевается. Надевается, одевается. Вот, кстати, хотела вам сказать. Пожалуйста, смиритесь. Вот я и одевать, и надевать, мы, знаете, вот в параллельных реальностях. Вот в разговоре я этого никогда не могу как-то понять, что нужно сейчас говорить. Я просто об этом не думаю. На письме, пожалуйста, вот все эти пробные Г, часть А, это же просто... Это легкотня. Никто в этом не делает ошибок. Но это письмо. Ты об этом думаешь. Но когда ты говоришь, я просто всегда... Ну, я про это все время забываю. И также я никогда не выучу, как писать так же. И, наконец, мне очень хотелось что-нибудь попробовать из красоты, из макияжа. Но хотя я очень давно уже ничего не покупала. Я просто не вижу особой необходимости. У меня и так уже достаточно всего. Но, знаете, очень хотелось себя чем-нибудь порадовать. И я решила купить карандаш от Эльф в оттенке Red. Все так просто. И он сейчас на мне сам по себе. Во-первых, кисточка, с которой он идет, очень прикольная. Она достаточно большая, чтобы помаду даже наносить. Не то, что растушевывать, просто карандаш. И сам карандаш вот так вот разворачивается. И он... Ну, я просто была в восторге от него. Я вам советую посмотреть какие-нибудь другие еще оттенки. Потому что там есть и розовые, и какие-то естественные. Вот за такую цену качество вот такое. И это все мои покупки. Я прям очень счастлива сейчас. И даже серая эта погода, потому что я могу разбавить ее своими рождественскими нарядами и красной помадой. Вообще, носите красную помаду. Мне, конечно, очень опасно было брать чашку. Мне сейчас вам очень хочется снять чайный влог. Но, нет, я дала себе слово не снимать два видео подряд. Потому что, мне кажется, каждое видео должно быть с новым настроением, с новым нарядом и макияжем. Я уже про это не говорю. Но, да. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Увидимся очень скоро. Пока.